Достигай Израиль и весь мир Шалом и Баруха Шам, что в переводе с еврейского означает «благословенно имя Господне». Дорогая, сегодняшнее послание бросит вызов нашим зрителям. Откуда взялась тьма? Так я назвал нашу сегодняшнюю проповедь. Да, и зрители должны быть готовы пойти глубже и столкнуться с не всегда удобной темой, с тем, что вне нашей зоны комфорта. Но на самом деле, именно когда мы позволяем себе говорить на неудобные темы, Бог позволяет нам открыть для себя, что среди всего этого Он есть свет. Это одно из преимуществ изучения еврейской Библии, потому что мы имеем лучшее понимание того, кто такой Бог, и как Он действует на земле. Когда мы понимаем, что только Бог является Господом, это дает нам мир абсолютно в любых условиях. Мы ожидаем, что Бог все обернет нам во благо. Не так ли, дорогая? Аминь. Возлюбленные, мы знаем, что Бог есть свет, и что в Нем нет никакой тьмы. И я хочу задать вам простой, но глубокий вопрос. Мы знаем, что тьма существует. Мы видим ее повсюду, во Вселенной. Мы видим ее проявления, но, по сути, тьма — это дух. Мой вопрос звучит так. Откуда взялась тьма? Многие христиане решили омыть руки Бога в том, что происходит на земле и что приносит боль. Но если мы внимательно посмотрим Слово Божие, мы убедимся, что сам Бог, который не имеет ни начала, ни конца, Бог, создавший все, сам Бог Творец, также создал тьму. И Он преследовал при этом определенную цель. Я хочу, чтобы мы заглянули сейчас в самое начало Библии, заглянули, так сказать, в руководство изготовителя. Я прочту вам первые два стиха первой главы книги Бытия. Я уже говорил об этом в рамках серии «Тайны сотворения». Но в этой серии я не затрагивал некоторые вещи, которые, я верю, очень важны для нас с вами сегодня. Итак, давайте читать Слово Божие. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста». А вы врите? Это звучит так. «По всей земле была тьма и пустота, и тьма над бездной». Итак, мы видим, что в самом начале, когда Бог создавал жизнь, когда Он создавал растения и животных, что было до этого, повсюду царила тьма. Вопрос в том, откуда взялась эта тьма. Была ли тьма всегда, точно так же, как Бог был всегда? Мы знаем, что это невозможно, потому что только Бог вечный, и Он был всегда. Послушайте, что говорит о себе Господь в книге Исаии 45 главе с 5 по 7 стих. «Помните, что трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». Итак, послушайте слова вечного Бога. «Я Господь». Это говорит существующий вечный Бог Я Есмь, который был, есть и грядет. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я Господь, и нет иного. И нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я образую свет и творю тьму». Послушайте еще раз эти слава Бога. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Послушайте, мало кто из проповедников, евангелистов и учителей признает тот факт, что когда на земле происходит что-то плохое, а за этим, возможно, стоит Бог. Они говорят, что Бог никогда бы не допустил страдания и боль, что Бог никогда бы не послал болезнь человеку. Но если мы внимательно изучаем еврейскую Библию, мы видим, что порой Бог делает такие вещи. Это Бог приказал, чтобы разверзлась земля и поглотила непокорных сынов Кореевых. Это Господь послал на народ ядовитых змей, и они и умертвили тысячи евреев. Это Бог послал проказу на Марьям, когда она хулила Моисея. В Новом Завете мы читаем в книге Откровения, что Бог поверг и завель на одр болезни, потому что она не покаялась в своих грехах. Поэтому мы должны признать, что Он – Бог, Господь надо всем. Позвольте мне прочесть вам еще несколько мест Писания. Я буду читать сейчас из Евангелия от Иоанна. Хотя лучше мне начать с послания к Колоссинам. Так будет вернее. Бог Сам берет на Себя всю полноту ответственности за все, созданное Им, видимое и невидимое, на небесах и на земле. Ибо Им, то есть через Иешуа, через нашего Господа Иисуса Христа, «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все Им и для Него создано». Напомню, это послание к Колоссинам 1, глава 16 стих. А мы возвращаемся к начальному вопросу. «Если Бог существует Сам по Себе, если Он один не имеет первопричины, и только Бог есть Тот, Кто был всегда, и это Он создал все, то разве не Он создал так же и тьму? Разве Он не взял на Себя ответственность за создание сатаны-дьявола?» Мы читаем во 2-м послании к Коринфянам во 2-й главе слова Павла. Он пишет в этом послании о посланнике сатаны. Я прочту вам это место. Итак, 2-е послание к Коринфянам, 12-я глава, с 7-го по 10-й стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плотс». Послушайте внимательно. «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть Павел говорит о том, что для того, чтобы он не превознесся от того, что получил так много откровений от Бога, Бог послал ему посланника сатаны, чтобы тот смирял его. И дальше Павел рассказывает, что он взывал к Богу, дабы Бог забрал у него это жало в плоти, чтобы он забрал посланника сатаны. Он молился об этом трижды. Но вот, наконец, Бог ответил ему, «Нет, Павел, довольна для тебя благодатью моей, потому что сила моя становится еще более совершенной в твоей немощи». Итак, Бог использовал этого посланника сатаны, чтобы принести немощь в жизнь Павла, дабы Павел всецело и глубоко полагался на Бога, а не превозносился высотой откровений, и таким образом сила Божия совершалась в его немощи. Бог использует зло, чтобы совершилось высшее добро. Когда Бог создал нас с вами, как его сыновей и дочерей, для того, чтобы мы возросли в меру полного возраста, для того, чтобы нам стать по-настоящему сильными, нам нужен был противник, нужен был враг. Поэтому первое, что Дух Божий сделал сразу после того, как Иисус крестился в реке Иордан от Иоанна Крестителя, он повел его в пустыню на 40 дней. Там Иисус сражался с силами тьмы. Он сражался с сатаной. И в результате этих борений Писание говорит, что он вышел из пустыни. Внимание! В силе Духа. В силе Руаха Кадеш. Эти 40 дней сражения с тьмой в пустыне Бог использовал для того, чтобы укрепить Иисуса, сделать его сильным. В это время Иисус должен был полностью полагаться на Отца. И когда битва закончилась, он вышел из нее готовым к служению. Давайте применим эти принципы, о которых мы говорили, к нашей сегодняшней жизни. Библия говорит в послании Иакова, что Бог проводит нас через многие испытания. Испытания или скорби — это времена, когда мы сталкиваемся с неблагоприятными условиями. Эти неблагоприятные условия, которые приходят в нашу жизнь, приходят из реальности тьмы. То ли нас преследуют, то ли нам недостает финансов, то ли к нам кто-то несправедливо относится, или мы испытываем страдания. Порой Бог позволяет нам проходить через трудности для того, чтобы наша вера укрепилась. Писание говорит, принимайте с великой радостью, когда проходите различные испытания, потому что они испытывают вашу веру. Разумеется, я понимаю, что в этом должен быть баланс. Есть времена, когда мы должны противостать, поднять и взять власть над силами тьмы и над дьяволом. Конечно же, я верю в божественное исцеление и освобождение. Но также я вижу в Писании, что Бог использует трудности. Как пример, в жизни Иова Бог позволил сатане принести страдания в жизнь Иова. Дьявол поразил его семью, его здоровье, его финансы. Но после того, как Иов прошел все эти скорби, он сказал Богу, «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же после того, как я пережил эти страшные скорби, после того, как я искал понимание твоих причин, я вышел после этих скорбей другим человеком. И теперь мои глаза видят тебя. Я знаю тебя лично». То есть Иов сказал такие слова, что для того, чтобы так глубоко познать Бога, ему пришлось пережить все эти скорби. Теперь он видел его перед собой. Он лично знал Бога. Равин, этот молодой человек родился глухонемым. Но после того, как вы помолились, его уши открылись. Теперь он может слышать. Он был глухонемым все свои 16 лет. Это сестра этого молодого парня. Вы видите эту девушку. Она вся в слезах. А вы можете рассказать нам, почему по вашим щекам сейчас льются слезы? Я так рада за моего брата. Мы молились за него 16 лет. Он единственный сын в нашей семье. И он впервые заговорил так. Скажите, пожалуйста, слово «мама». Мама. Папа. Папа. Иисус. Иисус. Мы много молились о нем. Мы проливали немало слез. Мы так хотели, чтобы он стал слышать и говорить. Когда я сюда пришла, я даже не знала, что он тоже на этом служении. И когда я его увидела, исцеленного, я несказанно обрадовалась. Я так счастлива. Итак, во-первых, мы увидели, что Бог использует испытания, использует тьму, и Он даже послал в жизнь апостола Павла посланника или ангела сатаны, чтобы произвести в нем смирение. Бог использует тьму, чтобы произвести смирение. Бог использует тьму, чтобы произвести смирение, дабы побудить нас больше зависеть от него и чтобы сделать нас сильнее. В Писании об этом говорится в послании Иакова 1 главе 12 стихе, а также в 1 послании Петра. Бог проводит нас через различные испытания, чтобы углубить и укрепить нашу веру. И также Бог позволяет нам столкнуться с тьмой и с трудными временами для того, чтобы наградить нас, когда мы пройдем испытания нашей веры. Когда в Писании говорится о том, что Бог нас испытывает, то Он не просто хочет посмотреть, сдадим ли мы этот тест или провалимся, но Он проводит нас через испытания с целью провести нас на другой уровень. Он допускает в нашей жизни сложные условия, допускает, чтобы мы столкнулись с врагом, с какими-то трудностями, для того, чтобы мы могли применять наши духовные мышцы, активировать их, чтобы нам прорваться вперед. И когда мы успешно переходим на другую сторону, Бог нас награждает за наши усилия. Иисус сказал, побеждающий наследует все. Мы продолжаем нашу тему. Для чего Богу позволять тьме существовать? Просмотрев места Писания, сегодня мы осознали, что нельзя сказать, что Бог не имеет вообще никакого отношения к трудностям в жизни человека, потому что Бог никогда бы этого не допустил, не позволил бы беде прийти в нашу жизнь. Но я показал вам из Писания, что Бог есть Бог, и нет другого, и это Он творит доброе и производит бедствие. Он творит все видимое и невидимое. Он Адону-Лам. Он Господин Вселенной. Он один Бог, и нет другого. Мы должны верить только в Него одного. Библия говорит, «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего Он боится. И не страшитесь. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». Бог призывает нас не страшиться страшных условий, но иметь страх и трепет только перед Ним одним. «Шмай Израэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». «Слушай, Израэль, Господь Бог наш, Господь один есть». Мы должны осознавать всем сердцем, что Он надо всем. Он один Бог Вселенной. И мы должны сопоставить с этим наше мышление, все, что происходит в мире и в нашей жизни в частности. Бог показал нам в Своем Слове, что Он допускает зло и что Он сотворил тьму, потому что Он производит из всего этого наивысшее благо. Так же, как это случилось с женщиной, которая в прошлом была блудницей. Она помазала ноги Иисуса драгоценным миром. Его стоимость приблизительно составляла годовой доход на человека в то время. И гости в этом доме, увидев это, подумали, что это была пустая трата столь драгоценного мира. Но Иисус сказал им, «Вы просто не понимаете, что сейчас произошло. Кому много прощено, тот много любит, а кому мало прощено, тот и любит мало». То, что сделала эта женщина, будут вспоминать во все времена. Эта женщина имела темное прошлое. Она находилась в глубоком плену у сатаны, но когда Иисус ее освободил, она возлюбила его больше, чем другие люди, которых он спас, более нравственные люди. Другими словами, Бог использует тьму, чтобы привести к еще большему добру, к наивысшему благу. «Кому больше прощено, тот больше любит», сказал Иисус. Иногда Бог использует тьму как инструмент, чтобы подтолкнуть человека к покаянию. В книге Откровения мы читаем оба Изавели безнравственной женщине. Она была лжепророчицей и вводила людей в безнравственный образ жизни. Иисус дал ей время покаяться, и она отказалась. После чего Иисус сказал, «Тогда я возведу ее на одр болезни». Послушайте, это слова самого Иисуса. Он возведет ее на одр болезни. Он не обвинил во всем дьяволом. Он, сам Иисус, взял на себя ответственность за то, что он возвел ее на одр болезни. А для чего? Он хотел заставить ее покаяться. Иногда Бог использует зло и допускает его в нашу жизнь, чтобы поставить нас на колени и чтобы мы раскаялись. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но Он использует зло как инструмент для исполнения его целей. К примеру, Бог сказал, что Он ожесточит сердце фараона, чтобы явить на нем свою силу и мощь, чтобы о славе Божией узнали все вокруг. Кто-то скажет, «Но ведь это фараон ожесточил свое сердце». Однако, если мы внимательно прочитаем в книге «Исход», Бог первый сказал Моисею, что Он намеренно ожесточит сердце фараона. Когда кто-то ожесточает свое сердце против Бога, мы делаем вывод, что это проявление сатаны. Но в данном случае ожесточение сердца фараона входило в Божий план. Всякий раз, когда фараон ожесточал свое сердце, Бог совершал чудо славы. Об имени Божием распространялось по всему миру. Люди слышали о тех сверхъестественных вещах, которые Бог творил в Египте, использовав при этом ожесточенное сердце фараона. Жестокое сердце фараона стало орудием для совершения чудес. Каждый раз, когда сердце фараона ожесточалось, Бог совершал чудо, и это был план Божий. Мы читаем в послании к римлянам в главе с 9 по 11, что именно для этой цели Бог ожесточил сердце фараона, чтобы имя Божие было провозглашено по всей земле. И последнее, что я хочу сказать, у Бога на все есть свои цели. Он делает так, чтобы нам все содействовало ко благу и абсолютно все. Он все обращает нам ко благу, и какие-то приятные вещи и трудности тоже. Он благословляет нас временами освежения. Он посылает нам южный ветер, но Он также посылает и северный ветер. Он посылает нам трудности, или даже ангела сатаны, как это описал Павел. И все это для того, чтобы из наших сердец благоухал его цветущий сад, и чтобы наши жизни излучали Мессию и Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог любит вас, что вы находитесь в Его надежных руках. Иисус сказал, что даже малая птица не упадет на землю без ведома отца. Не нужно ничего бояться в жизни. Что бы ни происходило в вашей жизни, просто уповайте на Бога, зная, что Он любит вас, и благодарите Его за все. Потому что Он тот, кто все обратит во благо вашей жизни. Баруха Шем, слава Господу! Я уверен в том, что это слово было полезно для каждого из вас. И шалом! Мы должны понимать все, чему учит нас Библия. В ней сказано, что Он Господин Вселенной. Он Адон Алан. Он Творец Видимого и Невидимого. Он берет на Себя ответственность за управление Своим Творением. Дорогая, ты делилась со мной, что в какое-то время в твоей жизни ты начинала паниковать всякий раз, когда звучала серия. И Господь проговорил тебе, что ты должна смотреть на это более широко. Он сказал тебе, что зачастую эти моменты, когда звучит сирена, Бог использует для того, чтобы обратить на себя внимание человека. Единственный способ побудить человека обратить внимание на Бога, это поставить его в ситуацию, которая на первый взгляд кажется ужасной. Что лучше, чтобы человек попал в аварию и сломал ногу, или чтобы человек умер, не познав Господа? Да, это так. Когда Бог мне это показал, Он сказал, что при звуке сирены, скорой помощи, я могу начинать молиться за человека, попавшего в аварию, чтобы эта ситуация стала поводом для того, чтобы вся его семья смогла увидеть настоящее чудо, чтобы они увидели, как Бог превратил смертельное столкновение к чуду жизни и тем более к жизни вечной. Да, то, что ты говоришь, соответствует тому, что мы сейчас обсуждаем, что на все обстоятельства нашей жизни у нас должно быть широко открыто сердцем, более глубокое видение происходящего. Как примеру, я смотрю на тебя и вижу твои прекрасные глаза, твое лицо и твои волосы, но это всего лишь поверхностное видение. Я не вижу, как бьется твое сердце, как расширяются твои легкие, какие процессы происходят в твоем мозге. Это может видеть только Бог. Только Он знает все. И мы должны понимать, что Бог есть Господин Вселенной. Я уже упоминал это, но, Синтия, задумайся. И Иисус сказал, что и малая птица не упадет на землю без ведома Отца. Он обозревает всю землю, и Он видит нас. И когда мы подчиняем Ему наши сердца, в уповании отдаем Ему все, то Его свет преображает всю нашу тьму. Его свет сияет даже во тьме. Бог есть свет, и Его свет приносит нам шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва-ре-хе-я-ве-я-ве-вай-ish-ma-re-cha Я ва-ре-я-ве-пан-а-ve-le-cha Ви-ху-не-еха Я ва-ре-я-вай-шу-ть-ры-пан-а-ве-пан-а-бай-е-ха Ви-и-ху-не-еха Слава Богу! Мир. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Возлюбленная Библия говорит нам в третьем послании Иоанна, первой главе, в восьмом стихе, что мы должны поддерживать финансово служение, которое питает наш дух, и таким образом мы становимся сотрудниками истины. Так говорит Иоанн. Поэтому, если Господь свидетельствует вашему сердцу, чтобы вы поддерживали нас, я призываю вас послушаться Его. Библия обещает нам, что за все, что мы сеем Его Царство, Бог воздаст нам мерую добрую и утрясенную. Он насыплет в лона ваших. И также я верю, что когда вы поддерживаете нас финансово, Бог еще больше открывает ваше сердце для того, чтобы получать от Него откровение. Мы являемся партнерами, потому что без вашей поддержки мы не могли бы выходить в эфир. Я благодарю вас за любовь и за финансовую поддержку. Поэтому, если Дух Святой стучит в ваше сердце, поддержать, узнавая еврейского Иисуса, просто сделайте это, и вы будете благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».